Ватикан В июле 2003 года Ватикан начинает процедуру канонизации каталонского архитектора Антонио Гауди Жители Барселоны клянутся, что в день, когда его хоронили, в городе плакали камни А дома, которые он построил, скорбно склонили башни Но одних слухов недостаточно, чтобы заинтересовать Ватикан Значит, в этой истории есть что-то еще Утверждают, Гауди разговаривал с Богом Мой заказчик никуда не торопится Кого имел в виду Гауди? Как мог строить без чертежей то, чему наука не может дать технического обоснования до сих пор? Кажется, что каждую секунду все это может рухнуть Однако то, что вы видите, это прочнейшая конструкция Крипта Одно из непостижимых творений Гауди Каким образом эти своды будут держаться, понимал только он Для того, чтобы поймать равновесие, Гауди понадобилось несколько мешочков с песком и веревка Когда вся эта конструкция замерла у него на столе, он сделал снимок, затем перевернул его и получился готовый чертеж В каталунской летописи Гауди упоминается как великий сфинкс мировой архитектуры После него остались одни загадки, ответы на которые человечество ищет до сих пор 19 марта 1882 года был заложен первый камень В основании искупительного храма святого семейства Саграда Фамилия Через некоторое время инициатору проекта приснился блондин с необычными синими глазами Это был знак Когда 30-летний Антоний Гауди появился на строительной площадке К нему подошел взволнованный человек со словами Эти глаза я видел во сне Стало ясно, кому суждено строить храм Эти глаза гипнотизируют, шептались современники Этими глазами Гауди способен передвигать предметы и людей Утверждали его помощники и ученики Эти глаза впервые увидели мир 25 июня 1852 года Антоний родился в тихом местечке в маленьком городке Каталонии Реус Повитоха сказала, что мальчик не выживет Его срочно крестили Торопились, хотели спасти душу младенца Чудом смерть отступила Малышу ставить страшный диагноз Тяжелейшая форма артрита Врачи определяют максимальный срок жизни Не более трех лет Когда Антонио исполнилось пять, мама сказала Я отведу тебя в Тарагону к Деве Марии Он не смог встать перед Девой на колени из-за страшной боли в ногах Просто склонил голову Спасибо, прошептал мальчик, что я живу так долго И он клянется, что узнает, для чего Антонио шесть лет Его сверстники снова затеяли какую-то игру До мальчика доносится их смех Маленькая фигурка на берегу моря Остается неподвижной Взгляд Антонио прикован к воде Форма волн Никогда не повторяется Всегда находится новая деталь В одной большой волне сотня других, поменьше Если бы люди жили в море, они не чувствовали бы себя одинокими Улица и дома слились бы в одну стихию Но при этом никогда не стали безликими и похожими друг на друга В шуме прибоя Антонио слышится чей-то голос Посмотри, природа не бывает одноцветной И в ней нет прямых линий Прямые линии придумал человек На берегу моря Антонио построит свой первый дом Из песка С тех пор Гауди никогда больше не будет думать о своих проектах Как об отдельно стоящих зданиях Он всегда будет создавать особый мир вокруг них Когда выпускнику высшей школы архитектуры Барселоны Антонио Гауди вручали диплом Ректор сказал Уж не знаю, господа Гений перед нами или сумасшедший Похоже, я теперь архитектор Ответил на это Гауди И с этого момента изменится его жизнь В ней не будет места семье Любимой женщине Близкому другу А со временем проявится нелюдимость И дурной характер Однажды очевидец наблюдал Как Гауди переходил в перекресток Приближайшийся трамвай сигналил за всех сил Но Гауди не пожелал уступить дорогу В природе нет прямых линий Звучало в голове Гауди И он отказывался замечать рельсы на земле И слышать стук трамвайных колес Поговаривали еще об одном чудачестве архитектора Он не признавал людей в очках И сам их никогда не носил Хотя один его глаз был близорукий Другой дальнозоркий Недоброжелатели подшучивали Что проблемы Гауди со зрением Будут отражаться в окнах его зданий Фабриканты Дона Мануэля Весенца Это не пугает Он заказывает архитектору летний дом Осматривая место будущей стройки Гауди замечает огромную пальму Окруженную ковром желтых цветов За два года Антония вырастет В саду Дона Мануэля Весенца Дворец Здесь нет ничего случайного Даже ограду дома Он создает в виде листьев пальмы Потому что такие же пальмы Растут в саду Материал, которым Гауди Отделал фабриканту весь дом После этого стал невероятно популярен Холодная плитка Выглядит теплой и живой на вид Люди поражались Какое необычное жилье Заполучил себе Мануэль Весенс И пускай он чуть не разорился Оплачивая безумство Гауди Зато выкупил себе местечко в вечности В Барселоне до сих пор Дома называются именами заказчиков Таким образом В оплаченных шедеврах Они обретают бессмертие Когда стоишь здесь Кажется, что Париж над Барселоной Фантастическое творение Гауди Легендарный парк Гуэль Многие сравнивают Парк Гуэль Со страной чудеса Который рассказал Льюис Кэрол В своей Алисе Кроличья нора сначала шла прямо Как туннель А потом неожиданно нырнула вниз Вдруг на пути возникло дерево И вот уже эта колонна А через секунду Как будто ни то и ни другое Изломанный ствол Оказывается неожиданно тропинкой Которая на самом деле И не тропинка, бегущая по земле А арка, уходящая в небо Гауди вписал парк в пространство Так умело, что понять Где заканчивается природа А начинается архитектура Практически невозможно Глядя на наклонные колонны Поддерживающие парковые дорожки Невольно вспоминаешь Что на вопрос Какой из трактатов по архитектуре Гауди предпочитает Он отвечал Любое дерево Параллельно с парком Гевель Гауди работает над Саграда Фамилия Строительство храма Продвигается так медленно Что архитектора упрекают В безответственности Гауди эти нападки игнорирует Он ведет себя как человек Который не в себе Говорит что-то про заказчика Который никуда не торопится Часами просиживает на голой земле И обнимается с деревьями Природа создала это дерево Из своего материала Скрутила непостижимую мозаику В которой ни разу Не повторился узор Глубокие морщины Прорезают шероховатый ствол Узлы сучьев выпирают из него Как суставы на теле человека Под буграми и трещинами коры Пульсирует жизнь Любой кто приходит в парк Не может удержаться от желания Прикоснуться к постройкам Глуби Проверить Действительно ли это сделано из камня Даже эти строгие 86 колонн Внутри это те же деревья Колонны полы По ним как по стволам Стекают в дренажную систему Дождевая вода Рядом греется на солнце Знаменитая ящерица без хвоста Гуди пустил по ее венам В воду из подземных ключей Люди верят что даже брызги В которых купается это существо Являются целебными Говорят Ради вот этой мозаики Гауди расколол безумно дорогой Сервис заказчика парка Гауди изводил всех Подбирая нужные осколки Когда запасы стеклянного лома Истощались Архитектор отправлял рабочих С забитыми бутылками На улицы Барселоны Свои находки они несли ведрами С трудом понимая Что с этим будет делать Сумасшедший мастер А Гауди тем временем Оживлял самую длинную В мире скамью Этот узор Из разноцветной керамики Только кажется случайным Если посмотреть на него подольше То по всей длине скамьи Начнут проявляться Таинственные знаки Выбирая форму для скамьи Гауди приказал рабочим Снять одежду И сесться как можно удобнее На свежий слой раствора Потом по полученному оттиску Сделал сиденья и спинки И они стали продолжением Человеческого тела На этой скамье Сиживал Сальвадор Дали Кстати, если бы скамья была прямая То она вмещала бы В два раза меньше людей Сальвадор Дали мог часами Находиться здесь В картинах художника Есть образы Выхваченные из мира Гауди Великий Дали Преклонялся перед великим Гауди Но в реальной жизни Встретиться им было не дано Зато Гауди была дарована Встреча с Гюэлем Загазчиком парка Гюэль Богатейшим человеком Барселоны Идея архитектора От которых многие приходят в ужас Приводит Гюэля в ребяческий восторг Он не реагирует на общественное мнение И потакает всем причудам Гауди Поручает ему проекты садов Дворцов И даже вешалок для одежды Не глядя подписывает сметы и счета Благодаря Гюэлю Гауди узнают в высших кругах столицы Он становится модным архитектором Которому выстраивается очередь Из состоятельных людей Все складывается так Чтобы Гауди мог творить Однажды Антонио заказали проект Известный в Барселоне Как Каза Кальвен Место для строительства было ужасным Соседние дома стояли практически вплотную Только с помощью изощренной планировки Можно было втиснуть сюда еще одно здание Для архитектора это был вызов Его друг Гюэль назовет потом Каза Кальвет худосочным Уличный фасад дома Нарушит допустимый в этом районе Уровень высоты Но в муниципалитете этого не заметят И пожалуют архитектору за Каза Кальвет Его первую и последнюю официальную награду Властям понравится смысл Заложенный в каждой детали этого здания Сядь хотя бы этот дверной молоток Крест, ударяющий по жуку Тогда это означало веру, побеждающую грех Входящий в дом Вначале должен был звонко ударить Этим кольцом в спину чугунного жука Олицетворяющего зло Другими словами, победи зло Если хочешь войти в этот дом В Саграда Фамилия Продвигается оформление фасада Рождества Гуди исполнился 41 год На храме появляются первые ослы-улитки Чтобы сделать слепок с животных Гуди предварительно погружает их в сон С помощью хлороформа Обмазывает жиром и делает отливку Прежде чем они успевают проснуться Водостоки в виде раковин и улиток Гуди маскирует под живую природу то Что средневековые мастера Маскировали под фантастический химер И если в средние века Сказкой был вымысел То для индустриальной эпохи Сказкой становилась сама природа Гуди не подражает природе Он становится самой природой И так же, как она создает Выращивает свои дома Он расплескивает волнами стены зданий Превращая их в стихии А крыши выгибает панцирем черепахи Как когда-то Гуди увидел в море пластику Увидел в черепахе миниатюрное отражение стабильности И опорных функций земли Образцом совершенства и прочности Гуди считает куриное яйцо Все дело в его форме Архитектор увидел в ней то Что мы называем гармонией Как-то Гуди обмолвился Сотворение мира непрерывно продолжается через человека Кто доискивается законов природы Тот помогает творцу Гуди хочет помогать Он пытается проникнуть в секрет этой технологии Не жалея ни сил, ни времени Его заказчик никуда не торопится Архитектор создает ту самую крипту Церковь Здесь многое кажется странным Церковь грозит разлететься Как карточный домик в любой момент В ней нет ни одной привычной Для любой архитектурной постройки опоры Гуди сделал так Чтобы крипта держала сама себя Гуди открывает новые способы Безопорного перекрытия Вот в такую сетку Выливался цемент Под его тяжестью сетка прогибалась Цемент застывал И получалась арка Обычные стрельчатые арки Гуди называл костылями Антонио с детства знал Для чего нужны костыли Чтобы сгладить физические недостатки Гуди удалось избавить архитектуру от них Архитектор брал специально Заготовленную форму Затем Аккуратно По ее контуру Выкладывал Каменные блоки После чего Форма вынималась И ни один камень не падал И вот загадка Чем более хрупкими выглядят его арки Тем прочнее оказываются они Мебель для крипты Гуди тоже проектировал сам Это удивительно удобные предметы С изогнутыми линиями И ножками в виде костей Фантаст Станислав Лем Сочинил, что в 24 веке Наука смешает гены Живого и неживого И в лесу вырастут стулья На грядках съедобные табуретки А комоды побегут По бескрайним полям Гуди было дано Опередить будущее Архитектор уже в 19 веке Научился оживлять предметы И приспосабливать их под людей А вот эту галерею Гауди создавал не для людей Это стена, подпирающая скалу Это стена храма За счет расстояния между ними В храме держится всегда Одна и та же температура Крипто дышит Если бы человек был сделан из камня Его легкие выглядели бы так В Саградо фамилия появляется Знаменитая лестница Улитка Гауди Архитектор закручивает ступени в спираль Таким образом, что получается Гигантская морская раковина Бесконечное вращение Центра вовне Единственная возможность Постоянно расширяться Оставаясь собой Я знаю, как сжать пространство в точку Не уменьшая его Создать бесконечность Вокруг точки Неожиданно На самом пике архитектурной карьеры Гауди перестают интересовать Дорогостоящие проекты Он запросто отказывается от них По Барселоне поползли слухи У архитектора действительно есть Особый заказчик Это для него он строит Саграда Фамиля Храм искупления Которому суждено стать Каменной Библией Так и будет Если завершится строительство Вот эта самая высокая башня В 170 метров Станет олицетворять Христа Башня поменьше Деву Марию Другие 12 башен 12 апостолов Три фасада Это три таинства Рождества Страстей И славы Венчать собор будет Огромный светящийся крест Чертежей у Гауди По-прежнему нет Случайно на строительной площадке Он роняет фразу Которая может многое объяснить Все архитектуры уже есть в природе Достаточно просто посмотреть вокруг Устремиться в небо Можно только оперевшись на землю Как прочна отвесная скала Нависшая над глубокой пропастью Земля держит камень Камень держит землю Нерушимый союз великанов Линии гор Скрывают секрет прочности Архитектор стал часто бывать на горе Монсеррат Гауди растворялся в звуках мессы Которую все желающие могут услышать и сейчас Хор пел А с архитектором что-то происходило Доподлинно неизвестно что Но как-то раз 42-летний Гауди Вышел после мессы Долгое время молча стоял на горе Словно сам окаменел Затем погрузился в религиозный экстаз И настолько глубоко, что заболел И даже впал в литургический сон Есть версия, что в одной из своих паломничеств На святую гору Монсеррат Гауди получил некий исключительный духовный опыт О котором даже не посмел рассказать Известно лишь, что Гауди принял тогда какое-то решение Он заявил всем, что отныне будет работать только над религиозными заказами А если ему предложат работу над проектом светским Он должен будет и спросить на это позволение у Мадонны из Монсеррата Никаких других подробностей от архитектора Добиться не удалось Возможно, он получил ответ на свой детский вопрос Для чего живет так долго? Мы в квартале Раздоров Здесь вплотную друг к другу Стоят дома, которые строили лучшие архитекторы того времени Эти здания как будто соперничают друг с другом Какое совершение? Дом Каза Батлё, который выстроил здесь Гауди После литургического сна В народе прозвали Домом Костей Странный облик здания вовсе не отпугнул заказчиков Семью Батлё Комнаты они собирались сдавать в наем И после того, как весь город говорил только об этом проекте Они рассчитывали брать за аренду большие деньги Результат работы архитектора Привел многих жителей Барселоны в шок Люди до сих пор не знают, как на него реагировать Это не дом, а живое существо Гауди в очередной раз доказал Что дома, парки, церкви можно не строить, а ваять Архитектор сделал из Каза Батлё поверженного дракона Спину ящера пронзает шпиль с крестом Это меч святого Георгия, покровителя Барселоны На утреннем солнце мозаика, чешуя переливается так, как будто под ней агонизирует плоть В странных балконах угадываются черепа Это жертвы зверя Огромные окна с колоннами в виде обглоданных костей Как будто проступают из-под разорванного панциря Сохранился комментарий самого Гауди У здания не будет углов Солнце будет освещать дом со всех четырех сторон И все это окажется близким нашему представлению о рае И, наконец, последний светский проект Гауди Каза Мела Как только его не называли в народе Мясной пирог, гараж для дирижаблей, паштет Воспоминания о железнодорожной катастрофе Осиное гнездо Прижилось прозвище Ля Петрера Каменоломня Каменоломня Каза Мела прозвали из организации внутреннего пространства Дело в том, что Гауди настолько ненавидел ромные стены Что крутил и сгибал их, как хотел Такой принцип планировки был использован тогда в архитектуре впервые Сейчас мы называем его свободной планировкой Гауди объяснил, что внешние формы Каза Мела Сливаются с контурами окружающих Барселону гор Внутренние дворики, похожие на воронки Это расщелин и скал Комнаты Это дико растущие на скальной породе мох Крыши дома Это небесный лес Она задумывалась, как прогулочная терраса Жильцы прохаживались по небесному лесу Где вместо деревьев были причудливые скульптурные дымоходы Больше походившие на пришельцев из космоса Каменную розу на фасаде Гауди сделал сам Но сначала довел до слез каменщика Когда требовал от него не просто розу, а розу вообще Тот так и не понял, что же хотел от него мастер Казамила строился как обычный жилой дом Но Гауди задумывал его, как двойника горы Монсеррат И хотел придать ему особое значение Ему удалось добиться на фасаде такой игры света и тени Что создается иллюзия движения И если приглядеться, кажется, что дом колышется Казамила словно не сходит с неба Прямая иллюстрация к стиху из Апокалипсиса И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим Новый, сходящий от Бога с неба Приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего Дом должен был стать постаментом для статуй Девы Марии Высотой в 25 метров, сделанный из камня, позолота и хрусталя Сначала владельцам Казамила эта идея понравилась Но потом они передумали Гауди был глубоко уязвлен отказом И прекратил все дальнейшие работы Теперь он работает только над храмом Переселяется в мастерскую, чтобы всегда быть рядом Саграда заменяет ему дом А также сон, хлеб и воду Гауди забывал пить и есть Когда строительство останавливалось, архитектор метался по Барселоне в поисках денег Не стесняясь даже просить милостыню Грожане шептались, что таинственный заказчик Гауди Начал таки его торопить Неожиданно для всех Антонио делает первые наброски храмового комплекса Саграда Фамилия Изменив своей обычной манере Гауди стал делать в больших количествах эскизы, макеты и слепки Все это предназначалось будущим зодчим Саграда Фамилия Архитектор знал, что достроить храм он не успеет Ему необходимо было передать свои знания тем, кто придет потом Но как? Это будет подобно лесу Мягкий свет будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте И вам покажется, что это светят звезды Пытался объяснить Гауди Стоит только запрокинуть голову И колонны в Саграда Фамилия станут гигантскими деревьями На кронах которых застынет небесный свод Свет, обращенный в тень Облака Это единственная возможность смотреть на Солнце Их изменчивость обрамляет солнечное постоянство Любая архитектурная форма рождается на тонкой грани света и тени Башни фасада Рождества Гауди установил вопреки всем известным в то время законам Сапрамата Пояснив, что это поможет ветру, проходящему сквозь отверстия, звучать как настоящий хор Поэт Гарсия Лорко, увидев башни собора, спросил у Гауди Вы что, создаете орган для Господа? Архитектор согласно кивнул Его задачей было заставить ветер резонировать так, чтобы в храме звучала музыка творения Один епископ спросил Гауди, почему он так беспокоится об отделке шпилей Ведь никто не увидит их Монсеньер сказал Гауди, их же будут разглядывать ангелы Кстати, ангелы на фасаде Гауди без крыльев Он считал, что на тех крыльях, что обычно изображают, все равно нельзя взлететь И ангелы вообще не очень соответствуют принятому облику Скульптурные группы фасада Рождества Гауди делал в натуральную величину с конкретных людей Эти лица до сих пор притягивают взгляды Словно зачарованные Потерявшие счет времени, люди всматриваются в каменные силуэты И ждут, что вот-вот этот воин шевельнет рукой или сделает шаг навстречу Некоторые утверждают, что так бывало Для сцены избиения младенцев Архитектор отливал гипсовые слепки смертворожденных детей в больнице для бедных Санта-Круз От этих маленьких каменных фигурок действительно веет смертью В Барселоне очередной слух Гауди не сдержал слова Возможно, он возьмется за новый светский проект На строительной площадке Гауди появились два незнакомых джентльмена И архитектор внимательно выслушал их И согласно кивнул В 1908 году по заказу двух американских промышленников Гауди спроектировал отель-небоскреб Атраксион Это было здание, состоящее из нескольких башен Самое высокое из них – 360 метров Окружали ее башни поменьше В них должны были находиться храмы всех религий Музей истории пяти континентов Офисы и квартиры для жилья В соответствии со своим названием Отель должен был как магнит притянуть к себе все разнообразие мира Но Гауди не стал браться за Атраксион Сославшись на плохое самочувствие И по какому-то мистическому совпадению Сто лет спустя именно на том месте Где архитекторы просили сделать отель Были впоследствии возведены башни-близнецы Которые выглядели как огромный арифметический знак равенства Тщеславно поставленной между небом и землей Гауди знал – время Атраксиона еще не пришло Архитектор повторял «У меня сейчас одна забота – делать с ограда фамилию И делать так, чтобы у моих последователей просто не было иного выбора Кроме как достроить храм» Гауди успел закончить только один фасад из трех – фасад Рождества Все его модели и чертежи были впоследствии уничтожены Во время Гражданской войны мастерскую архитектора подожгли Но каким-то чудом возведение храма продолжается Его строят представители разных стран, разных народов И даже разных вероисповеданий Гауди продолжает диктовать свою волю Как и средневековые соборы, с оградой фамилии возводятся только на добровольные пожертвования В том числе и на те 9 евро, которые каждый турист платит за осмотр памятника Вот эта копилка, сделанная по эскизам Митсурусоту Японского скульптора, который приехал в Барселону более 25 лет назад Тогда он еще был обычным туристом И никто не мог даже предположить, насколько важным человеком станет Ицура Сота для столицы Каталонии четверть века спустя Да и сам скульптор этого не знал Он приехал сюда из профессионального любопытства И на родину в Японию больше не вернулся Уже более 25 лет Эцура Сота работает в мастерской при храме Современное продолжение храма, фасад страстей, получился несколько странным Фигуры на нем выполнены в острой, рубленной манере За что в народе его прозвали «звездные войны» Над входом в храм появилось необычное распятие Христос изображен на кресте, который горизонтально наклонен над миром И, наконец, опережая решение Ватикана, где в июле 2003 года только начался процесс канонизации великого каталонского архитектора На фасаде страстей Гауди уже изображен в роли святого Никто не знает Нет откликов, как храм будет выглядеть Но я обратился по этому поводу к соратникам Гауди и спросил Что такое искусство? Что из себя представляет святое семейство? Был ответ Под искусством подразумевается счастье Преподношение людям счастья И к этому мы стремимся Одно японский скульптор Эцу Росото знает точно Что тот, кто создаст для Саграды фамилия хоть одну маленькую деталь Никогда уже не сможет остановиться Цель моей деятельности – задавать господину Гауди вопросы, которые меня тревожат К чему он стремился? Каким образом я должен действовать? Потому что мое стремление быть поближе к мыслям Гауди Но бывают такие моменты, что как бы я ни старался, желаемое сближение не получается И я принял решение не стараться больше проникать в мысли Гауди, а следовать за ним 7 июня 1926 года из этой церкви, где, как и сейчас тогда играли дети, вышел небольшой человек Он улыбнулся детворе, помахал рукой и побрел в сторону улицы Малыши посмотрели вслед удаляющемуся, странному человеку Смешно, обсудили между собой они и снова увлеклись икрой Он больше не оглядывался по сторонам Водитель трамвая не успел затормозить Увлеченный своими мыслями пешеход этого даже не заметил В природе нет трамваев и прямых линий Сбитого старика приняли за нищего и отправили в больницу Санта-Круз Ту самую, где он делал слепки с мертвых детей Друзья нашли его там только на следующий день В регистрационной карточке он был записан под именем Антонио Санди Почти что Санте, святой Он умер на третий день Газеты вышли под заголовками В Барселоне не стало гений В Барселоне умер святой Даже камни оплакивают его Гауди покоится в крипте собора Саграда Фамилия Очевидцы клялись, что в момент отпевания Гауди Башни Саграда Фамилия Скорбина склонили свои головы Ведь не зря Гауди говорил о храме как о живом существе Называя его своей семьей Мы канонизируем не художника, не архитектора Который строил дома и создавал храмы Мы канонизируем человека, на котором была печать Божья Он увидел истину и попытался воплотить ее в камни Ему было дано сделать это именно таким образом Совершенным бескорыстием Один каталонский поэт сказал Будь проклят тот день, когда становится возведение Саграда Фамилия Конец молитве, конец покаянию, а значит, конец всему Возможно, именно поэтому средневековые храмы строились столетиями По легенде, архитекторы боялись достраивать соборы до самого конца И на шпилях намеренно не заканчивали самый верх Да и Саграда Фамилия далек от завершения Слишком много загадок оставил Гауди инженерам и архитекторам Прошли десятилетия, прежде чем нынешние строители Нашли способ сделать расчеты для дальнейших работ Единственной компьютерной программой, способной их выполнить Оказалась космическая программа НАСА Благодаря полученным расчетам предполагается, что через 30 лет Строительство храма будет полностью завершено Странное совпадение По прогнозам ученых, к 2030 году Землю постигнет рекордное число несчастей Падение метеорита, глобальные природные катастрофы Неограниченное рост населения Абсолютное истощение природных ископаемых А главное, страшный дефицит водных ресурсов Нарисованная футурологами картина больше всего напоминает конец света Однажды Гауди спросили Станет ли его саграда фамилия Великим Собором? Он ответил, как всегда, сдержанно и туманно Нет, мой храм только первый в новом ряду Что он хотел этим сказать? Будет конец света и наступит новое время? Не это ли имел в виду Гауди? Может быть, великий зодчий не хотел, чтобы саграда фамилия был завершен? Ведь пока строится храм, искупаются грехи А значит, есть надежда на спасение? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА